Слухи о том, когда же в квартирах горожан появится долгожданная горячая вода, за последние несколько месяцев стали самыми популярными в Тимиртау. Жители сначала с нетерпением ожидали 1 июня, теперь же все надежды возлагают на завтрашний день. Ведь именно 10 июня руководство нового коммунального предприятия обещало подать в город горячую воду. И хотя сегодня коммунальщики утверждают, что готовы подать услугу в срок, между тем денег на ее закупку на счетах предприятия нет. За нашей спиной теперь и спата нету, и услуги в долг никто нам не дает. Ну, уже это не секрет, что за апрель месяц мы услуги купили у ТЭЦ-2, однако собрали от потребителей всего 35%. То, что мы не можем даже расплатиться за то, что уже получили. И, соответственно, в долг давать никто не будет, сейчас рыночная экономика, рыночные отношения. Вы пришли в магазин, правильно, деньги дали, вам дали товар, денег не дали, товар не дали. В данном случае такая же ситуация. Потому утверждают на предприятии, если горожане хотят увидеть в своих домах горячую воду, они должны заплатить коммунальщикам по счетам. Тем более, что сделать это сегодня не составляет большого труда. Оплатить за коммуналку можно как в расчетно-кассовых центрах, так и через популярные терминалы оплаты. У нас сейчас работают кассы на Менделеева-2 с 9 до 16, работает касса на Блюхера-13, такой же режим работы. Работает касса на Каршосе-47. Все банки города, большие банки, Народный банк, Каспий банк, все принимают наши платежи. Принимаются платежи также еще в терминалах. Вот терминал 24 и Каспий банк. Кроме того, по словам коммунальщиков, на горячую воду в своих квартирах могут не рассчитывать и те собственники, в чьих домах по графику не были сданы тепловые узлы. Без акта о промывке внутридомовых систем эксплуатировать узлы служба наладки не разрешит. Что если не будет промывки, не будет акта допуска, то подаваться не будет. Несмотря на вышеперечисленные трудности, предприятие все же намерено дать горячую воду в дома 10 июня. Сейчас, утверждают начальник службы сбыта, идет промывка и заполнение городских магистралей. Если порывов не будет, то горячая вода в квартирах жителей появится уже завтра. Анна Калинина, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.